Украина не Россия. В чем разница между странами? Алексей Лебединский. Корреспондент. Украина. 7 мая 2018 года. Есть множество причин. Некоторые перечислю. Писать что-либо абсолютно бесполезно. Это все без зуба и слюни. Давно пора стрелять. Отвечать на терроризм государства против народа терроризмом народа против подонков, захвативших власть. Если сами не можем просить цивилизованный мир избавить российский народ от его тиранов, молить, признаться себе и миру, что реальная кишка реально тонка, что власть сильна, безнаказана и беспощадна. Надо быть честным и неоднобоким. Я большой ребенок, все еще верящий в сказки, и это нормально. Но прекрасная Украина, где я пробыл 5,5 месяцев подряд, по-настоящему находится в гораздо худшей ситуации. Чем может показаться? Я знаю множество фактов, которые должны быть озвучены так же открыто, как и факты российской действительности. Но я не имею права писать об этом, как гражданин страны, напавший на Украину и погопнически отобравший часть ее территории. Так что это нечестно, писать о том, что несправедливо в России, и молчать о том, что несправедливо в Украине, за которую я также переживаю, там тоже множество прекрасных людей, страдающих от беспредела уродов при власти, беззакония и нищеты. И все это я тоже вижу своими глазами. 3. Все более очевидно, что народы достойны своих правителей, и мне все меньше жаль народные стада в целом, и все больше жаль конкретных людей, которые понимают свою беспомощность в попытках что-либо изменить и хотят, но не могут оттуда выбраться. 4. Оппозиция. Почти круглый ноль. Никто не хочет объединять силы и реально бороться за свержение власти и вести подготовку нового будущего страны. Я устал в попытках объединить усилия, разочарован во многих людях, даже правильно говорящих. Они в большинстве своем работают сами на себя, делают себе имя, жрут гранты, надеются на позиции в каком-то утопическом будущем правительстве России или просто живут на подате сетевых завсегдатаев, красиво описывая жуть положение, но ни на миллиметр не сдвигая позиции чудища преступной российской власти. Все это мне отчетливо чуждо. Санкции смогли протащить против наших варюк, уже спасибо, если это как-то поможет в итоге простым работящим российским людям, в чем я очень сомневаюсь.